Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Остоловить эскалацию президент собрал экстренное совещание с военным блоком. Надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни. Что заявил белорусский лидер. Из маленькой искры большое пламя. В первом юбилейном переулке горел частный дом. Выгребал из печи золу и не заметил, как попали тлеющие угольки. Есть ли пострадавшие? Прямо в цель Бавруйск принимает республиканскую спартакиаду по стрельбе из лука. Как азарт. Тебе нравится и хочется стрелять. Как попасть в десяточку? А также трудовые пенсии, дополнительные поезда и купальский фест. Александрия вновь соберет друзей. Какая программа? Белорусские войска не принимают участия в военной операции России в Донбассе. Остановить эскалацию в регионе можно лишь за столом переговоров. Об этом заявил президент. Глава государства собрал экстренное совещание с военным блоком. Рано утром состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Российский лидер в деталях проинформировал о текущей ситуации на границе с Украиной и в Донбассе. Цель военной операции однозначно – прекратить геноцид народов Донецкой и Луганской республик. Если меня не услышали во время послания, когда я к ним обратился, я хочу, чтобы в этот момент они меня услышали. Надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни. Вы понимаете, если, не дай бог, начнется наземная операция, там еще ракетами и прочее стреляют то по нефтебазах, то по инфраструктуре военной, по боеприпасам и складам. Якобы уже и подавлена вся инфраструктура. Она всем была известна, и России в том числе. Так вот, при наземной операции единственный выстрел, и погибнет хоть один человек там, это начнется война. Чтобы не допустить это и остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров, но... Никогда Россия не сядет с ним за стол переговоров, если не предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться. Их Россия прописала для НАТО и для Америки, и для Украины в том числе. Их пять или шесть вопросов. Там два-три вопроса для Украины. Первое. Демилитаризация Украины. Недопущение вступления в НАТО Украины. И прекращение силовых действий против Донецка и Луганска. Александр Лукашенко поставил задачу в первую очередь защитить госграницу со странами НАТО, Польшей и Литвой. На фоне событий в Украине национальный аэропорт Минск отменил рейсы в Стамбул, Тель-Авив и Сочи. МИД Беларуси рекомендует гражданам воздержаться от посещения Украины до стабилизации обстановки. Из искры рождается пламя. Накануне в Бобруйске горел частный дом из двух квартир. Пожар произошел в 12.30 в первом юбилейном переулке. Спасателей вызвал хозяин. К моменту прибытия бойцов МЧС открытым пламенем полыхала крыша. Как рассказал хозяин одной из половин дома, он выгребал из печи золу и не заметил, как попали тлеющие угольки. И причем выгребал он все это в пластиковый пакет. Водой он не пролил и оставил этот пакет на веранде. В результате пожара уничтожено 25 квадратных метров кровли. Повреждена стропильная система. Пострадавших, как сообщается, нет. Трудовые пенсии, республиканская акция и востребованные маршруты. В стране в преддверии мартовских праздников пустят дополнительные поезда. В каких направлениях? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси с 1 марта увеличатся трудовые пенсии. Перерасчет связан с ростом средней зарплаты по стране. При этом поднимутся и другие виды выплат по возрасту за выслугу лета по инвалидности по случаю потери кормильца. Всего из бюджета на эти цели выделят больше 16 миллиардов рублей. В стране в преддверии мартовских праздников пустят 42 дополнительных поезда. Они будут курсировать с 4 по 10 число по самым востребованным маршрутам. Также увеличат количество мест. С начала 2022-го общий пассажиропоток составил более 4 миллионов человек. В Беларуси с 1 марта стартует республиканская акция. Движение «День безопасности. Внимание всем!» приурочено к Международному дню гражданской обороны. Главная цель – предупреждение пожаров и гибели людей, а также обучение действиям при эвакуации. Минск оказался в списке самых дешевых столиц для паркинга. Цена за час меньше доллара. Специалисты проанализировали всего 48 крупнейших городов мира. Дороже всего автомобилистам стоянка обойдется в Лондоне – почти 12 долларов. Александрия вновь соберет друзей 9 июля. Республиканское купалие посвящено Году исторической памяти и традиционно развернется на берегу Днепра. Уже известен и формат гала-представления. Покажут музыкальное путешествие в жанре караоке. Вокруг Беларуси за один концерт. Также в программе чествования передовиков агропромышленного комплекса. Беларусь определяет свой курс. В стране продолжается досрочное голосование. За два дня свою позицию выразили больше 14,5% граждан. В Могилевской области цифра чуть выше 15%. Карина Гуревич, о тех, кому небезразличное будущее. Для Анастасии сверит самое главное – ее муж и ребенок. Девушка уверенно строит жизнь в Беларуси. Ведь здесь созданы все условия для молодой семьи. Горожанка признается, когда с супругом впервые услышали про референдум, не раздумывая, решили идти голосовать, чтобы подать правильный пример маленькой Анечке. Мы всей семьей решили собраться и съездить уже проголосовать, чтобы в самый последний момент просто не затягивать. Голосую в первую очередь за изменения, за новшества, чтобы наша страна могла в дальнейшем развиваться. Тем более, когда появляются дети, естественно, все мысли о детях и о их будущем. Как они будут в дальнейшем жить, какие будут возможности, будет ли у них крыша над головой и в дальнейшем, конечно, обучение их. Молодежный микрорайон не остается в стороне. В 35-й школе работают 45-й и 46-й участки. В списках 4331 бобруйчанин. Только за первые два дня свой голос здесь отдали свыше 350 человек. Как сознательный гражданин нашей страны, как мать, я несу ответственность за будущее своей страны. И я хочу спокойно отпускать своих деток погулять на улицу и слышать звонки, смех. Я хочу наблюдать, как гуляют пары по городу. Хочу любоваться красотой наших улиц. Поэтому, как гражданин своей страны, я считаю моим долгом прийти и сделать свой выбор за счастливое будущее. Я пришла на референдум, так как считаю, что мой голос очень важен. Точно так же мы должны приучать наших детей ходить на такие мероприятия, чтобы за них не решали другие люди и делали свое право выбора самостоятельно. Горожане, которые хотят проголосовать на другом участке, должны предъявить документ, подтверждающий место проживания. Комиссия рассмотрит каждый отдельный случай и примет решение. Это значимый день в нашей жизни, и поэтому я считаю, что каждый гражданин обязан прийти сегодня проголосовать. Лично я хочу, чтобы у нас было все хорошо. Возможность сделать свой выбор заранее есть по 26 февраля включительно. Заполнить и опустить бюллетень можно с 10 утра до 7 вечера. Перерыв с 14 до 16. 27 числа граждан ждут с 8 до 20 часов. В Бобруйске жители активно проявляют свою позицию на 99 участках. К слову, официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно. Во-первых, изменения в семейном кодексе произойдут. Пройдут изменения в образовании, в социальном развитии. За это и голосуем. Чтобы медицина у нас развивалась в лучшем направлении. Пенсии наши увеличивались, и пенсионерам нашим легче жилось. За хорошее будущее мы голосуем. За два дня досрочного голосования явка составила 14,53%. В Могилевской области 15,1%. Это один из лучших показателей. Выше только в Гомельской. Замыкает тройку Брестский регион. Всего в стране образовано свыше 5,5 тысяч участков, где белорусы решают судьбу Конституции. Карина Гуревич, Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко. Бобруйск, 360. Исторический код нации. В Беларуси проходит неделя родного языка. В Бобруйском торгово-экономическом колледже тоже подключились к движению. В программе викторийные квесты-выставки. В экспозиции созданы учащимися, представлены предметы быта, картины и рушники. У нас в марте месяце будет проходить интересное мероприятие. Это неделя поликультурного воспитания, где каждая группа будет представлять определенную страну, традиции этой страны. По статистике, более 60% наших соотечественников считают белорусский родным языком. Без права на промах в Бобруйск съехались лучники со всей Белоруссии. В заявке 88 спортсменов, в том числе и 12 горожан. На соревнованиях смотрят ближайший резерв для национальной сборной. Продолжу тему Максим Кембель. Кирилл Сакун увлекается стрельбой из лука уже 9 лет. Свои 15, преемник Робин Гуда, кандидат в мастера спорта. По сложном списке победы на городских, областных и республиканских турнирах. Сначала я ходил так. Не очень хотелось, конечно. Мама заставляла тоже. Было так лет 6, наверное. Потом в один момент понравилось. Очень интересный вид спорта, очень тяжелый на самом деле. Как азарт, тебе нравится и хочется стрелять. Физическая подготовка – обязательный элемент тренировок. Лук может весить до 22 килограммов. И все же главный экзамен для атлета – соревнования. В этом году спартакиадо детско-юношеских школ собирает в Бобруйске представителей всех областей и хозяев турнира. Общее число заявки – 88 человек, возраст до 17 лет. В будущем это хорошая подготовка к летнему сезону как для юноши, так и для юниоров. Турниры по стрельбе из лука проводятся как на открытом воздухе, так и в помещениях. В первом варианте дистанция варьируется от 30 до 90 метров. Во втором правила уже другие. Стреляют лучники с 18 метров. Каждому спортсмену дается 20 зачетных серий по 3 выстрела в каждой. После суммируется общий зачет. Главное – попасть в десятку. Во время турнира тренеры смотрят ближайший резерв для национальной команды. В белорусской сборной по стрельбе из лука сейчас идет смена поколений. Сама Спартакеада продлится 2 дня. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!